Извин, ты представляешь, у бабушки с дедушкой скоро будет 50-летняя годовщина свадьбы. Золотая! Они уже полвека вместе. Представляешь, как это, да? Прожить с человеком 50 лет по бок. Сложно представить. Не говори. И в радости, и в горе. И через хорошее, и через плохое пройти. Семьей обзавестись. Такие, прикинь, только поженились вроде бы, жених, невеста. А тут хоп, мы бабушки с дедушкой на заволтую свадьбу идем. Внуки, правнуки. Да. Помнишь, как бабушка после работы приходила... К нам домой, чтобы после школы нас встретить, пока родители не пришли. Типа домашку помогала делать домыслные сериальчики, смотрели «Самбелита», «Исцеление любовью». Ну, что там еще было? Особенно зимой, помню, она приносила корольки, фейхуа, конфетки. У нее вообще сумочка была, это она открывает, там все, что хочешь, можно было найти. На тебе сладости пастила, на тебе какие-то фруктики, орешки. Все эти конфеты вкусные, где она их брала, я не понимаю, но всегда очень вкусные были. Помнишь, как во дворе иногда бегаем, бабушка идет с сумочкой, мы подбегаем, она раз сумочку открывает. Такой волшебный лартик, бери, что хочешь. А там всякие вкусняшки, тайник. Да, было дело. Да и вообще, слушай, когда мы приходили к ней с ночевкой, она столько всего наготавливала. И так у нее быстро, легко все это получалось, слушай. Утром просыпаешься, а уже... От запаха пирожков. На тебе с капустой, на тебе с картошечкой. Пышечку с салом. Обманулась что с печеночкой. За исключением пирожков и всего этого прочего. Слушай, у нее пастила была. Халва. Ну, халва это твоя тема. Как она меня обманывала, что кушает, Зинечка, это не печенка. Я такой, лошарик, всегда велась. Запаху ничего не дает, правда. Надо было сляпу пробовать. Да. А чай как ты любила, бабушкин? Это да. Все время чаи гоняла. Я вкуснее никогда и не пробовала, она меня чаевник называла. А помпушки. Орешки. Орешки с этой пудрой дебильной. Главное было не чихнуть. Потом белый сидишь такой, дурак. Точно. Помнишь, как она нас учила сосиски в тесте делать? Помню. Она паска. Ритуал по покраске яиц. Обертывание профессиональное. Клади на ложку, чтобы не упала. У меня все время было с этими, с кукожицами такими. Никогда ровно не получалось. Никогда. Один запах этот, приходишь, а у бабушки уже, что это что, пасочки стоят. Паску можно было как хочешь есть. Хочешь, на грязи не съешь, детцу надоест, как бабушка. Детцу ест. Сколько у них всяких закруток под кроватью. А ты помнишь, как мы на эти закрутки сначала ехали? Нужно было сначала добраться до родственников, до Пелагиады, чтобы у бабушки Веры или у бабушки Люды насобирать. Насобирать фруктов. Насобирать. А по пути, слушай, бабушка, я всегда помню, я наше время гостинцы готовила там, в детворе, короче. По пути всегда один пакетик для нас был. Отдельно туда, куда она везет, а отдельно для нас был. Помнишь, когда ученый скручивает бумажечку в окно, пулять? Пока, говорит, родители не видят, говорит, можно, говорит, пулять. А когда с дедушкой ездили через поля, гороховая, кукурузная, всегда останавливались нарвать? Ну, конечно, дедушка еще все поторопливал. Быстрее, быстрее, пока никто... А еще мы с дедушкой по полям ездили. Он за руль сажал, и мы крутили баранку по полям. Я помню, как он на шею сажал. Вчера так казалось, что это очень-очень высоко, что дедушка такой сильный, знаешь. Да, как время идет. А помнишь, как мы в Пелагиаду ездили, и дедушка все время нас на гору вел? Самая главная задача была пробежать мимо гусей. Там, помню, такой странный был, где эти гуси дурацкие. Там и козы были, и коровы. Потом через этот мост, где река Спиян. Да, где речка. И потом дедушка уже... А перед тем, как идти на горы, мы с дедушкой всегда заходили в магазин, он покупал всяких вкусняшек, газировки, лимонад. А, там же прям напротив, там же прям напротив магазин. Мы туда всегда захаживали. Я помню, мы всегда бежали к бабушке. Бабушка, можно мы с дедушкой на горы пойдем? Можно мы пойдем на горы? Такие попрошайки маленькие. Да, было прикольно. А еще всегда смотрели, когда у них дома были, всегда смотрели ужастики. И этот, этот, рестлинг, да? Форт Боярд мы смотрели. Форт Боярд, рестлинг, ужастики. Да. Еще всякие гонки. А, еще смотрели Кармелиту. Индийские фильмы мы смотрели. Азиту и Гиту смотрели. Да, много всяких было. У меня, наверное, все было. Большие гонки. А помнишь, когда с дедушкой ездили в машине, он всегда разрешал нам сидеть на переднем сиденье? Вот, и если вдруг полицейские впереди были, то мы прятались под сиденье. И бабушка говорила, крутить нам дули. Что мы на переднем дуле? Настя, не видно, а дули крутим. Верили? Верили. Дедушка всегда много гулял с нами. В парк всегда ходили, в Центральный. И в Парк Победы ходили. Да ладно, а что, а в лес Таманский на комсах? На сангах катались. Помнишь, когда в дерево врезались? А еще всегда бабушка послала... Дедушка эту информацию обработала. До этого не было. Несчастный случай. И всегда бабушка просила земли накопать. И мы в лес ходили с дедушкой, землю копали. Да. Искали эти свежие горки от кротов и свежую землю копали. А потом обязательно на обратном пути мы заходили в ларек. И он разрешал нам лизнуть пенку. Спасибо. И все засекречено. Это только наш секрет. Никто об этом не знает. Просто где вы были? Гуляли. Все, просто просли, сели в зал. Едим. Да. Прикольно. Помнишь, как мы в теннис играли книжками? Был какой-то... Сначала был теннисный мячик, а потом мы его потеряли походу. И какой-то был такой полупластиковый какой-то непонятный. Книжками набивали. В домино играли с бабушкой. Да ладно, бабушка махлевать в карты учила. Ты помнишь, как она... И в этого играли в... Как он назывался? Коммерсант. Коммерсант? Да, коммерсант. Нет, не помню. С деньгами который. Какой коммерсант? Ну, игра, но монополия. Бизнесмен там какой-то был. Ну, монополия. Монополия. Коммерсант. Вот и дала сейчас. Да. Но он назывался коммерсант. Да. Но я не помню, он назывался. Мы как-то по-другому называли эту игру. Да. И всегда... Я помню, потом мы играли с бабушкой в картишечке. Мы с ней играли, да, она этому нас учила. Домино. Да, ещё просто костики дали на цифры в голову больше. Да, я до сих пор не понимала, не поняла эту игру. Что я с вами бабушка подсказывала. Но она научила меня решать суть в блоку. Вот эти с цифрками квадратик. Я до сих пор не знаю, как они решаются. А я наоборот играю. А ещё помню, бабушка всегда злилась, когда я над буквой П и Т писала эту верхнюю чёрточку вот так вот волной. Это всегда учила меня прямо писать. Всегда уходили, когда от них... Они передавали всегда кучу еды, судочек с едой, топики, носочки, конфетки. А потом такой звонотик, ты банки брала, я варенье делаю. И ты такой бежишь, бежишь, снова уходишь с кучи еды. Я помню, один раз должна была... Я помню, один раз должна была яйца бабушке Ани нанесла. На лестнице упала, разбила яйца. Мне было так стыдно идти с ними, что я вернулась назад. Я вернулась назад, сказала, что меня мальчик толкнул. Мне дали новые яйца и ещё один шанс донести. На месте родителей я бы попробовала использовать второго ребёнка. На всякий случай. Да, мало ли. Да, было круто. Да. Помнишь, как бабушка училась у нас клеить альбомы? Да, мы на типографию к ней ходили. Этот запах клея. Угу. А сколько рецептов от неё мы взяли? Черепашка чего стоит? Слушай, до сих пор спросишь, какой любимый торт, ответишь, что черепашка. Это круто. Да. И всегда, когда уходили от них, бабушка стояла и до самого последнего поворота махала рукой. Да, они до сих пор так делают. Мы когда с Сашей с ними уходили. Да даже если она знала, что мы идём, она нас уже стояла, караулила. Чтоб из-за угла заворачиваешь, наверх смотришь, бабушка уже стоит. Бабушка уже стоит, уже ждёт. Помню, как мы пузыри с балкона дули. Пускали. А, пузыри помню, она тоже. А ещё я помню, она разрешила котов внизу покормить. Я колбасой, кстати, не на балкон попала. А я не стал кружочек таком. Здорово было. В Пелагеаде, вон сколько мы, помню, в темноте, заходили туда, в дальние комнаты. Свет выключали, а дедушка в комнате прятался. И потом, на корточках, короче, такой, там, выползал, нас пугал. Страшно было, ты не понимаешь. Но всё равно нам всегда было смешно. Всегда смешно. А Новый год, помнишь, когда приходили к нам в гости Новый год встречать, а потом мы всегда с бабушкой, с дедушкой к ним домой шли? Я помню, на кровати сидим у них, подарки разбираем. Подарки, ну, вроде как, одинаковые приблизительно. Всё равно у каждой всё по-другому. Большие, сколько сладостей, сколько фруктов, сколько... Бубнушки, помню, такие вот, этот блязок для губ такие. Помнишь, были такие красные и розовые там, всё с этими. Мне очень почему-то в памяти делался вот именно этот Новый год, когда мы сидели у них на кровати и разбирали. Этот сам запах, вот, он как-то... Год дракона был. Нифига себе. Ты даже так? Ну, я запомнила, нам каких-то дракошек маленьких подарили. Я помню этого дракона. И Тамагочи. Тамагочи. Который сдох у меня на следующий день. У меня дольше подержался, но толку. Я даже не помню толком, как я в него играла. Помню, что это модно было. Тамагочи иметь, я тебя прошу. Среди обычаев прекрасных Мне вспомнить хочется один Тот символ верности и счастья От юных лет и до седин Ах, этот миг неповторимый Когда стучат, стучат с волнованных сердцам И не забыть, как мы дарили Друг другу нежно-нежно-нежно два кольца Обручальное кольцо Обручальное кольцо Обручальное кольцо Непростое украшение Двух сердец одно решение Обручальное кольцо Ходить дорогами крутыми Придется в жизни молодым Пусть будут руки золотыми Характер тоже золотым Ах, этот миг неповторимый Когда стучат, стучат с волнованных сердцам И не забыть, как мы дарили Друг другу нежно-нежно-нежно два кольца Обручальное кольцо Обручальное кольцо Обручальное кольцо Непростое украшение Двух сердец одно решение Обручальное кольцо Пускай за годом год мелькает Пусть дождь и снег летят в лицо Пусть не тускнеет, а сверкает Судьбой даренное кольцо Ах, этот миг неповторимый Когда стучат, стучат с волнованных сердцам И не забыть, как мы дарили Друг другу нежно-нежно-нежно два кольца Дорогие Анна и Александр Сегодня знаменательное событие в вашей жизни Мы объявляем вас мужем и женой Теперь вы семья Именно такие слова вы услышали 50 лет назад И сегодня, в канун золотой свадьбы Я поздравляю вас с этим праздником Дорогие тетя Аня и дядя Саша Желаю вам всего самого хорошего Благополучия Чтобы на душе было спокойно Счастья и радости Всего только самого хорошего Дорогие Аня и Саша Поздравляем вас с золотой свадьбой Желаем счастья, здоровья, радости Улыбок побольше Веселья Уныния мало совсем, чтоб было Живите и шор Сколько еще хотите Да, сколько сами пожелаете Мы за вас Все О, давайте Аннушка Моя дорогая сестичка Поздравляю тебя С юбилеем Чтоб у вас вместе с Шуриком Так и было все хорошо Здоровья вам обоим Счастья И благополучия Всех благ вам земных Мам, пап, привет Бабушка, дедушка Привет Мы поздравляем вас с годовщиной свадьбы Дата у вас уже красивая Весомая Можно и хорошее вспомнить, что было И на будущее еще помечтать Поэтому мы желаем вам крепкого здоровья В первую очередь Живите дружно Живите счастливо Живите в достатке Долго В окружении внуков Правнуков И пусть радостных, светлых, веселых моментов Будет как можно больше Да? Правда Мы вас обнимаем Целуем И любим Пока Дорогие мои родители Папа и мама Золотые вы мои Золотые, потому что вы замечательные люди Потому что вы самые лучшие родители Сколько раз не обращался к вам Всегда находил помощь и поддержку Спасибо вам за это Золотые Потому что у вас сегодня Золотой юбилей Уже 50 лет Как вы идете по жизни Как говорится, рука об руку Не всегда Этот путь был Ясным и безоблачным Были и сумрачные дни Были и грезы Но вам Удалось это пройти Вы всегда поддерживали друг друга И всегда остаетесь для нас Примером Спасибо вам за это Спасибо за то, что Мы имеем сегодня возможность Поздравить вас С этим замечательным днем Поздравляем вас Желаем всего самого хорошего Тепла Уюта в доме Внимание друг к другу И все будет хорошо Крепкого здоровья вам И долгих-долгих лет жизни Поздравляем Замечательная наша Аннушка и Саша Поздравляем вас от всей души С золотой свадьбой Здоровья вам Благополучия Счастья Взаимопонимания И пусть каждый день Будет у вас светлым Радостным До самой бриллиантовой свадьбы Целуем вас Любим Пока-пока Дорогие наши бабушка Аня И дедушка Саша Поздравляем вас с юбилеем Желаем счастья И здоровья Прожить вдвоем Еще сто лет Плать неистовой любовью Не знать ни горести Ни бед Желаем трепетной Трепета и неги Уюта В доме И тепла Лебяжьи верности Навеки Улыбок Света И добра Здрасте Здрасте Хотим поздравить Тетяню с детью Сашей За годовщиной свадьбы День свадьбы Вроде был вчера А за спиной у вас Всего так много Ваша любовь Ваши мечты Совместная Одна дорога И счастье Радостные дни И ссоры были И потери Но все превратности Судьбы Совместно вы Преодолели Пускай любовь Горит Не угасая Очаг Горячим будет И богатым дом С любовью И заботой Окружают Внучки И дети Вас своим теплом Друзья Родные Все сегодня Поздравляют Счастья Любви Достатка Вам желают Чтобы все Мечты Надежды Исполнялись Кричат Вам горько И бокалы Поднимают От себя Я просто Хочу добавить Немножко Слов Хочу сказать Что мы Очень Любим Вас Благодарны За то Что вы Нас Никогда Не бросали В трудную Минуту Я сейчас От себя Хочу Добавить Потому что Андрей Не помнит Наверное Еще То время Вы С детства Тетяня С нами Никогда Нас Опять же Не бросали В трудную Минуту И когда Не стало Папки Вы Нас тоже Не бросили Вы все время Ездили к нам И мы Считали Что вы С мамкой Даже родные Сестры А вы Дядь Саш Заменили Нам Моим Детям Дедушку Они Вас считали Тоже Дедушкой Вы Их Приняли Как Совсем Родных Как Своих Внуков Они Очень Помнят Ну Настя Конечно В основном Помнит То Вы Все время Водили Их На гору Они Там В общем В воспоминаниях Вот То Что Вы Все время С ними Что Вы Их Не бросили Еще А Настя С Сашкой Собирают Поездку Ну То есть Настя Его Собирает Сумки Собирает Поэтому Они Сегодня Не смогли Приехать Вот Ну В общем Желаем Вам Самого Самого Крепкого Здоровья И долгих 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 Лет Жизни Еще Раз С юбилеем Вас Любим Целуем Поздравляем Поздравляем 50 лет Вы прожили Вместе И мы Счастливы Поздравить Вас Золотой Свадьбой Крепкого Вам Здоровья Чтобы Прожили Еще Столько Же В любви И Согласии Окруженной Заботой Детей Внуков И Правнуков Аннушка И Шурик Мы От души Поздравляем Вас С этим Праздником Вы Прошли Долгий Путь Дай Бог Чтобы Все Семьи Так Проходили Так Что Вам Здоровья Терпения И Любви Всего Хорошего С праздником Дорогие Мои Соседи Аннушка И Саша Я Вас От всей Нашей Семьи Поздравляю С юбилеем Желаю Вам Хорошего Здоровья Долгих Долгих Ред жизни И От Бони Тоже Поздравляем Боня Тоже Вас Очень Любит Дорогие Александр Михайлович И Анна Васильевна Сердечно Поздравляем Вас С Пятидесятилетием Вашей Свадьбы Мы Рады Созданию Вами Дружной Семьи И Празднованию Золотого Юбилея Желаем Вам Нелегких Нынешних Условиях Сохранения В семье Атмосферы Добрых Чувств Заботливого Отношения Друг Другу Успешного Преодоления Трудностей Крепко Вам Вашим Детям Внукам И Правнуку Здоровья Удачи В делах И Счастья Дорогие Анна Васильевна И Александр Михайлович Я Конечно же Присоединяюсь Ко всему Сказанному Юрию Ивановичем Желаю Вам всего Только Самого Хорошего И Долгих Лет Жизни Для Ваших Детей Внуков И Правнуков Дорогие Тетянечка Дет Сашечка Я Вас Поздравляю С Такой Красивой Датой Вашей Семьи Я Вас Очень Очень Сильно Люблю И Очень Вам Благодарна За Все За Вашу Доброту За Ваше Понимание То Что Ваш Дом Это Всегда Для Меня Ассоциировался С Настоящим Домом Где Чисто Уютно Тепло Вкусно Спокойно Спасибо Вам Вы Создали Таких Прекрасных Деток Сыночка Доченьку Две Внучки Внучочек И Уже Даже Есть Правнук Вот Вы Большие Умнички Молодцы Я Я Вас И И Нам Тоже Очень Вас Люблю Целую Крепко Обнимаю Дорогие Анна Васильевна Александр Михайлович Позвольте Поздравить Вас С Грандиозным Событием Вашей И Нашей Жизни С Днем Золотой Свадьбы Немного В нашем Окружении Есть Людей Которые Прожили Совместно Целых Полвека И Воспитали Таких Замечательных Детей Поэтому Для Ваших Внуков И Уже Теперь Правнука Иметь Таких Бабуш Дедушку Это Великое Счастье Я С особым Восхищением Всегда Вспоминаю Ваш Гостеприимный Дом Тут Душевный Комфорт Который Восникает У меня Всегда В нем То Чувство Родства Которое Всегда Опять же Восникает Когда Я вижу Вас Или Когда Разговариваю Просто С вами По телефону Анна Васильевна Меня Всегда Поражает Ваше Умение Одновременно Писать Стихи Такие Замечательные И так Великолепно Готовить Думаю Что это Возможно В том числе И потому Что Рядом С вами Всегда Был И Есть Александр Михайлович Человек Необычайно Добрый И Очень Достойный Надежный Друг Готовый Всегда Подставить Свою Плечо Спасибо Вам За то Что вы Есть В моей Жизни За Вашу Мужественную И достойную Совместную Жизнь Здоровья Вам Семейного Благополучия Семейного Счастья И радости На многие Многие Годы Целую Вас И Обнимаем Здравствуйте Дорогие Бабушка Аня Дедушка Саша В этот Особенный День Хочется Вспоминать Все самое Доброе Смешное И Удивительное Что связано С вашей Замечательной Семьей Уже Три Года Подряд Я С удовольствием Навещаю Вас Иногда По Несколько Раз В день Пешком Поднимаюсь На Пятый Этаж Чтобы Окунуться В эту Атмосферу Уюта И Гостеприимства Чтобы Послушать Истории Из Вашей Молодости Когда Машин На улицах Почти Не Было Когда Пиво Продавалось Всего В одном На весь Город Магазин Чтобы Отведать Множество Старых Проверенных И новых Еще Неизвестных Блюд Чтобы Выпить Вкуснейшие Наливки Чтобы В очередной Раз Поднять Тост За Хлебосольных Хозяев Как Много Изменилось В жизни За Все Это Время Совсем Другие Ребята Пришли Во Власть Изменились Традиции Доходы И Цены Но Только Ваш Костер Семейного Счастья По Прежнему Горит Поздравляю Вас Золотой Свадьбой И желаю Чтоб Пламя Вашей Любви Заботы И Взаимного Уважения Всегда Горело И Согревало Вас В Иногда Довольно Прохладные Ставропольские Вечера Золотой Свадьбой Вас Бабушка Дедушка Мои Родные Любимые Поздравляю Вас С Годовщиной Свадьбы Золотым Юбилеем Так Хочется Обнять И расцеловать Вас Но К сожалению Приходится Выражать Свои эмоции Словами Потому Что Так Уж Случилось Что Мы Не Можем Сегодня Быть Рядом С Вами Но Наша Душа И Сердце Всегда Рядом Я Очень Долго Думала Как В Обычные Слова Вложить Всю Свою Любовь В Благодарность Заботу И Это Оказалось Нелегко Мы С Зиной Любим Вспоминать Наше Детство Со слезами Счастья На глазах Это Счастье Подарили Нам Вы Это Была Прекрасная Пора Когда Все Было Можно И Не Существовало Запретов И Забот И Далеко Не Каждый Человек Может Похвастаться Таким Счастливым Детством И Мне Иногда До Слез Обидно Что Я Бывала Хмурой Без Настроения Расстраивала Назад И Как Можно Больше Времени Проводить С вами Самыми Любимыми Родными И Незаменимыми Людьми В моей Жизни Мы Всегда Не до Конца Понимаем Что Для Нас Значит Это Опека Забота Внимание Добрый Совет И Участие Нам Кажется Что К нам Лезут В душу Мешают Не Понимают Нас Только Становя Старше Осознаешь Что Именно Эти Советы Уберегли Меня От Многих Опасностей И Эта Забота Сделала Меня Тем Кем Я Я Я Я Я Сейчас Жизнь Летит А Иногда Так Хочется Как В детстве Ухватиться За большой Палец Бабушки И Дедушки И Бежать Вперед Ничего Не Боясь Ведь Это Самые Верные Надежные Добрые Друзья В нашей Жизни Которые Всегда Тебя Любят Несмотря Ни На Что Вы Принимали Участие Во всем Были Свидетелями Всех Взлетов И Падений И Мне Всегда Хочется С вами Делиться Самым Сокровенным Потому Что Вы Самые Родные И Вы Всегда Поймете И Поддержите Всегда Разделите Все Печали И Радости Вы Крепкая Опора Нашей Семьи Вы Настоящие Вы Прошли Через Многое Но Тяжелые Времена Показывая Нам Пример Будьте Здоровы Будьте Счастливы Пусть Ваша Жизнь Будет Наполнена Радостью И Смехом Близких Пусть Исполняются Ваши Заветные Мечты Пусть Ваш Стол Всегда Будет Полон Новых Вкусненьких Салатиков И Рядом Всегда Будут Самые Близкие И Родные Я Безумно Сильно Вас Люблю И Еще Сильнее Скучаю За Ну что ж 50 лет Это Очень Значимая Дата Супружеской Жизни Да И В целом Это Сумасшедшая Цифра Особенно Если Ты Представишь То Что Это Полвека Прожито Бок Обок С Любимым Человеком И В Горе И Радости Несмотря На То Как Быстро Идет Время Бабуль Деду Львы В Памяти Для Нас По Прежнему Те Герои Детства Уроки Которые Были Вами Преподнесены Усвоены А ошибки Которых Вы Нас Предупреждали И Берегли Я думаю Что Не сделаны Говоря о вас Хочется Упомянуть Что Вы Делали Для Нас Ну Практически Абсолютно Все И Все Это С теплотой Души С Ни в коем Случа Не забудь Про Любовь Которая Вложена В каждое Слово В каждое Дело Ведь Наше Детство Оно Было Насыщенно Вам И То Кем мы Являемся Сейчас Это Тоже Ваша Огромная Заслуга Все Что Вы Нам Давали Это Всегда Было Самым Чистым Самым Добрым Самым Искренним И Это Было Так Скажем Позывом Дать Нам Больше Дать Нам Лучше Переживая Абсолютно За каждый Шаг Ну и Как Можно Забыть Про Те Самые Яркие Моменты Которые Были В нашем Детстве Которых Непосредственно Главными Участниками Были Вы Они Как Сейчас До сих пор Стоят В моей Памяти И Каждый раз Думая Об этом Я вспоминаю Это С любовью И С той Самой Теплотой Когда С нетерпением Ждали Когда Мы Придем К вам В гости Вы Дорогие Наши Это Наше Детство Это Любовь Доброта Тепло Забота Поддержка Переживания Вы Его Наполняли Сейчас И Продолжаете Наполнять Нашу Жизнь Сейчас И Мы Вам Очень Сильно Благодарны За все Что Вы Для нас Сделали И за все Чем Вы Ради Нас Жертвовали За все Что Вы Отдавали И Мы Бесконечно Вас Любим За это Поэтому Поздравляю Вас С Этим Прекрасным Днем В первую Очередь Хочу Пожелать Вам Крепкого Здоровья Вы Видели Как У вас Появляются Седые Волосы Вы Видели Как На лице Появляются Новые Морщины Но Вы По-прежнему Были Преданы Друг Другу Как Когда-то Пообещали Так Пусть же Пусть Каждый день Будет Для вас Ярким Светлым Насыщенным Любовью Чтобы Абсолютно Все невзгоды Обходили Вас Стороной И Пусть Каждый день Будет Радостным Светлым И Оставайтесь Пожалуйста Такими Жлюбящими Впредь Я Очень Сильно Вас Люблю Очень Сильно По вам Скучаю Я Вас Поздравляю За Поздравляю 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 Саш, воздушный поцелуй пошлёшь? Саш, воздушный поцелуй. Молодец, молодец, спасибо, спасибо. Саш, воздушный поцелуй. Молодец, молодец, спасибо. Среди обычаев прекрасных мне вспомнить хочется один Тот символ верности и счастья от юных лет и досидин. Ах, этот миг неповторимый, когда стучат, стучат с волнованных сердцам. И не забыть, как мы дарили друг другу нежно-нежно-нежно два кольца. Обручальное кольцо Обручальное кольцо Ходить с дорогами крутыми придётся в жизни молодым. Пусть будут руки золотыми, характер тоже золотым. Ах, этот миг неповторимый, когда стучат, стучат с волнованных сердцам. И не забыть, как мы дарили друг другу нежно-нежно-нежно два кольца. Обручальное кольцо Обручальное кольцо Непростое украшение Двух сердец одно решение Обручальное кольцо Обручальное кольцо Непростое украшение Непростое украшение Двух сердец одно решение Обручальное кольцо Пускай за годом год мелькает Пусть дождь и снег летят в лицо Пусть не тускнеет, а сверкает Судьбой дарённое кольцо Ах, этот миг неповторимый, когда стучат, стучат с волнованных сердцам. И не забыть, как мы дарили друг другу нежно-нежно-нежно два кольца. Обручальное кольцо Обручальное кольцо Непростое украшение Двух сердец одно решение Обручальное кольцо Обручальное кольцо Непростое украшение Двух сердец, одно решение Обручальное кольцо 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 Продолжение следует... Продолжение следует...